Привет! Путь от зеленого новичка до уверенного специалиста по контекстной рекламе в среднем занимает полтора-два года. Процесс обучения длится так долго, потому что необходимо оперировать огромным объемом знаний в разных, хоть и смежных областях, пройти длительный этап от превращения знаний в навыки и убедиться на практике, что ни от знаний, ни от умений нет особого толка без определенных личных качеств. Я Рома из NetPeak, это 34-й выпук на пальцах, и сегодня я хочу поделиться несколькими лайфхаками, которые помогут развить личные качества, жизненно необходимые для работы с платным трафиком и клиентскими проектами. Если ты хочешь стать хорошим спецом по контексту, да и просто хорошим спецом в чем угодно, смотри этот выпуск. Поехали! В отделе платного трафика NetPeak мы используем опросник, который влияет на систему мотивации новичков и на допуск к аттестации на позицию специалиста уровня middle. В нашем понимании именно с этого уровня можно говорить о том, что ты крепкий спец по контексту. Мы оцениваем креативность, инициативность, увлеченность ведением проекта, знание технологий, знание систем аналитики, аналитическое мышление, умение аргументировать, упорство, пунктуальность. Как видишь, непосредственно к инструментам платного трафика относится только один пункт – знание технологий. Чтобы акклиматизироваться в компании и оптимальным образом впитывать нужную информацию, тебе необходимо выставить опорные точки на пути профессионального развития и планомерно двигаться от одной к следующей. Вот несколько советов о том, как это сделать. Для начала нужно научиться задавать правильные вопросы. Сложные моменты, с которыми ты сталкиваешься в работе, не уникальны и с высокой вероятностью опытные коллеги уже имели с ними дело. И да, больше шансов получить ответ на вопрос, заданный конкретному человеку, а не группе людей. При коллективной ответственности каждый думает, что ответственность на ком-то другом. Используй алгоритм. Подумать над решением. Найти информацию. Опять подумать над решением. Спросить. Так ты избавишься от опасения, что все это и так знают и я буду выглядеть глупо. Если ответ на вопрос не дает ни первая, ни шестая ссылка в выдаче Google, то вопрос не такой уж и банальный. Предлагай свой вариант решения. Даже если оно будет неверным или нереализуемым, на его основе можно построить обсуждение и найти выход. Не ищи подходящее время для вопроса. Задай его в электронном виде и тебе ответят, когда будет удобно. Люди любят помогать и отвечать на вопросы, потому что это как минимум подтверждает их экспертность. В целом избавься от вредной привычки думать за других людей. Прямой заданный вопрос лучше внутреннего диалога, типа «Я попрошу, а мне откажут» или «Я спрошу, и он решит, что я глупый». Вот еще один совет. Постарайся понять, зачем ты ходишь на работу. Можно развиваться и не зная, что именно тебя мотивирует, но будет сложнее. Чем больше развита сфера, тем больше в ней сегментов. Специалист по контекстной рекламе может быть контекстщиком-аналитиком, специалистом по продвижению SaaS-бизнеса или, например, контекстщиком, который умеет строить команды под крупные проекты. По мере роста, как в RPG-игре, будет появляться возможность выбирать ветки развития. Выбрать нужное проще, если понимаешь свою мотивацию. Понимая мотивацию, так же проще и отсечь лишнее в своей работе. Попробуй организовать какое-то мероприятие, даже если оно будет в кругу твоих близких коллег или друзей. Попробуй написать статью, проанализируй, что именно тебе понравилось, а что нет и почему. Какой бы ни была мотивация, нужно, чтобы она не конфликтовала с ожиданиями работодателя. Разберись, какую пользу приносит компания, в которой ты работаешь, как лично ты на нее влияешь, какую пользу от тебя ожидают и как повлиять на ее увеличение. Часть составляющих приносимой пользы можно посчитать цифрами, вроде KPI по количеству регистраций. Другими можно оперировать интуитивно, к примеру, повышение боевого духа от уютного офиса. Как только ты разберешься с ожидаемой пользой, найдешь ответы на такие вопросы. Почему компании настроены правильно, приносят хорошие результаты, но клиент все равно недоволен? Или почему хорошего знания контекста недостаточно? И главное, как синхронизировать твои желания с тем, что хотят от тебя? Еще один важный навык – это грамотный подход к процессу обучения. Не нужно заучивать информацию, это только вредит, создавая в голове хаос из непонятно как связанного между собой контента. Твой мозг сам даст звоночек, что полученной информации достаточно, и теперь ему нужно ее структурировать и разложить по полочкам. В этот момент возьми паузу, выбери занятие, при котором не нужно думать, прогулку или просмотр чего-то старого и доброго. Через какое-то время произойдет чудо, и все твои мысли станут на свои места. Первым делом изучать то, что нужно прямо сегодня, а потом, что понадобится завтра, или нужно для вдохновения и расширения кругозора. Особое внимание обрати на оптимизацию своего рабочего процесса. Это чтобы меньше стрессовать и уставать, делая больший объем работы. Здесь есть два пути. Тратить больше времени или делать больший объем работы в единицу времени. Перерабатывая, можно увеличить количество рабочего времени максимум в полтора раза. Объем выполненной работы при этом растет нелинейно. Добавив, например, 50% рабочего времени, объем работы вырастет максимум на 30. Довольно быстро при систематической переработке 150% времени будут давать уже менее 100% приносимой пользы. Этот вариант применим только изредка в случае аврала. В долгосрочной перспективе от него больше вреда, чем пользы. Поэтому оптимизируй скорость работы. Так эффективность увеличится в разы с постоянно действующим эффектом. Не воспринимай работу как что-то цельное. Начал работу в этот день и целый день работаешь. Твоя работа состоит из многих процессов, часть из которых взаимосвязаны. Анализируй переключения между задачами. Если обнаружишь, что в течение дня происходит много незапланированных переключений, в первую очередь начни с их оптимизации и систематизации. Отключи все всплывающие уведомления. Оптимизируй количество источников входа информации. В идеале оставить только те, где с высокой вероятностью понадобится твоя реакция. Опиши свой рабочий процесс. Разбей его на планирование, отчетность, работу с аккаунтами, аналитику и так далее. Составь список задач, которые отнимают больше всего времени. Оптимизация 10 задач, на которые тратится 60% времени, даст существенно больше пользы, чем оптимизация выполнения 30 задач, на которые уходят 15% этого времени. Не избегай планирования. Оно состоит из сбора и обработки информации из различных источников, вычленения задач, которые нужно выполнять, и определения очередности выполнения этих задач, исходя из их срочности, трудозатрат и потенциальной пользы. Итак, если хочешь побыстрее стать профессионалом и избавиться от дискомфорта и растерянности в работе, научись задавать правильные вопросы, постарайся разобраться с тем, зачем ты ходишь на работу, какую пользу приносит компания, а какую ты приносишь ей. Определяй и обходи подводные камни в процессе обучения, оптимизируй рабочий процесс и обрети радость. Это все на сегодня. Если хочешь работать в Netpeak, отправляй резюме или записывайся на курсы нашего бесплатного образовательного центра. А если тебе понравился выпуск, то как обычно, пальчик вверх, в фейсбуке это видео своим друзьям, подписывайся на наш канал, читай блог Netpeak и будь счастлив. Пока, до следующих выпусков.